Ну вот, на ваших экранах Нурханат Серегбаев и его соперник Ям Кольцак. В мировом рейтинге наш земляк 21-й, его соперник 30-й. Между собой они не встречались, это их первая мощная встреча. И будем надеяться, что наш земляк сегодня окажется победителем. Это их пройденный путь, по 4 схватки они провели. И на самом деле сегодня, вот, днем мы смотрели дневную сессию. Нурханат Серегбаев просто блистал. Вероятно красивыми бросками он одерживал свои победы и пробился в финальный блок. Попал в финал. Показывает, да, наших казахстанских зрителей, которые пришли поболеть. Ну давайте поговорим о сопернике. Ям Вольцак, он является бронзовым призером Европейского чемпионата среди юниоров, который проходил в Праге в 22-м году. Есть у него также золотая медаль открытого Европейского чемпионата в Сараево в 23-м. И на этом, пожалуй, все. А вот Нурханат Серегбаев, конечно же, вы знаете, что он является чемпионом мира среди кадетов 19-го года. Есть у него серебряная медаль в Гранд Слэме в Ташкенте в 23-м. И бронзовая медаль в Анталии тоже в 23-м году. А мы знаем, что по статусу турниры Гранд Слэм, они стоят выше открытых чемпионатов, представляющих тот или иной континент. Нурханат Серегбаев, он очень уверенно и хладнокровно подходит к каждому поединку. Полминуты позади берет захват. Да, вот здесь нужно быть осторожным. Да, грамотно, очень аккуратно защищается Нурханат. Получается у него избежать этого приема. Ну, Ям Вольцак, своего рода андердог, ему терять нечего. Он сегодня уже достиг своего предела, попал в финал турниров Гранд Слэм. И если он сегодня заберет серебряную медаль, это будет вполне достаточно. Потому что, ну, в его карьере это будет первая медаль с турниров Гранд Слэм. Минута позади. И пока что складывается довольно-таки неплохо для нашего спортсмена. Подсказывают наши тренера Нурханату, что нужно взять захват выше. И вот здесь попытался бросить своего соперника на Учимата под хватом, но, к сожалению, немножечко не довернул. У Нурханату Серегбаева также есть золотая медаль на азиатском чемпионате в 22-м году среди юниоров. Есть у него также золотые медали 19-го и 21-го года среди юниоров чемпионата Азии-Океани. Вот, пожалуй, самое лучшее его достижение это чемпионат мира среди кадетов 19-го года. Первая половина схватки позади. Остается две минуты до окончания этого поединка. И вот здесь вот очень быстро и неожиданный бросок попытался произвести Нурханат Серегбаев, но вовремя увернулся Ямвольцак. Видимо, что он перевязал свою голову и, наверное, у него есть небольшая травма. Но, в принципе, борьба идет, значит, не особо-то и мешает. А вот здесь вот, да, пытался провести Тобой Наги, но, к сожалению, тщетно. Полтора минуты остается до окончания схватки. Показывает нам видеоповторы этого момента. Ну да, там оценки нету. А вот сейчас может быть что-то... Не надо было опускать руку. Да, отпустил в последний момент руку своего соперника. И вот сейчас за пассивность получает первое предупреждение Ямвольцак, потому что до этого момента постоянно в атаке был именно наш земляк. Пытался провести бросок через спину. А вот здесь вот сейчас есть возможность уйти на удержание. нет, вовремя уворачивается Ямвольцак. Ну, израильская школа дзюдо тоже сейчас на подъеме. Очень много хороших, качественных борцов поставляет на мировые турниры. Надо, надо, надо делать. Вот. Есть, есть, я думаю, есть. Должно быть засчитано, да, но почему-то только на Вазаре полупобеда. Хотя казалось, что обе лопатки коснулись статами. Но вот остается 20 секунд. Нурконат нужно просто сейчас обороняться. Не лезть в авантюру. Да. Смотрят видеоповтор. Возможно, да, это может быть даже и чистая победа. Да, потому что вот показалось, что две лопатки коснулись. Нет. У судей иной взгляд на этот эпизод. Ну, тем не менее, полупобеда в Азаре у нас в копилке. 10 секунд остается. Нужно дотерпеть. 5 секунд отделяет нас от золотой медали этого турнира. Браво! Браво! Браво, Нурконат! Поздравляем весь Казахстан с золотой медалью. И, как говорит наша казахстанская молодежь. Нурконат красавчик! Умница! Молодец! Действительно, год начался великолепно. Есть у нас и золотая медаль, и бронзовая медаль. 100% результат спортсменов, которые пробились в финальный блок. Дорогие друзья, поздравляем всех вас! Спасибо!